всем привет с вами сегодня такой прекрасный солнечный денек небо почти чистое немного тучки есть но можно сказать что чистое панельки мои сейчас попробую увеличить присыпанный снегом вот видите тут частично оттаяли сверху тут вот одна я ее почистил немного тут дальше они практически все в снегу только вверх оттаяло так то все в снегу и даже нет желания их уже и чистить я уже замучил замучился их чистить только чищу чищу но 5 засыпает от короче сейчас них толку очень мало с этих панелек хотя солнце хорошее морозный день такой ну панельки сейчас практически не работают практически не работают поэтому еще раз скажу лучше сто раз подумайте стоит их ставить на крышу и как вы их будете чистить это очень важно ладненько посмотрим что там мой коллектор делает так вот мы возле коллектора но как видите коллектор отлично работает снега на нем никакого нет вертикально установлены к нему даже и не цепляется вот разве что по утрам такой бывает как бы и не изморозь такая сверху но она быстро сходит если солнце есть она раз сошло и уже включился вентилятор работает так пойдем кстати сейчас на улице мороз ну не знаю сколько точно градусник не выносил ну градусов 5 6 7 может даже ночью было ниже десяти но сейчас тоже морозно так пойдем посмотрим что он сейчас по температуре выдает там так вот мы возле моего терморегулятора китайского и шоу нас показывает о 65 и 7 градусов так вот это при наружных отрицательных температурах ну я не знаю точно ну может минус 10 и нет но где-то градусов 6 7 мороза есть ну что чувствуется щипает 65 и 7 вообще я вам скажу он как бы из наблюдений этот коллектор он ему важно чтобы просто было солнце и даже не имеет значения под каким углом там декабрь ноябрь январь вот важно просто чтобы было солнце а температура наружная как бы она и не очень не влияет на него я так замечаю по его работе ну там минус 10 или 0 или плюс 10 все равно в коллекторе у меня 65 70 и даже больше градусов вот но я думаю это из-за того что во первых поликарбонат у меня там четырехкамерный он довольно теплый не дает выпускать тепло изнутри коллектора не охлаждается вот ну и вот такие вот я думаю по этой причине ему как бы все равно вот наружная температура главное говорю чтобы было солнце а нагревает его даже до 70 градусов даже как вы уже видели из предыдущих роликов и ноябрьское и декабрьское солнце ну теперь уже у нас сегодня я они уже февраль у нас да я еще кстати феврале видео не снимал по моему седьмое число или шестое ну я там в названии ролика укажу потом посмотрю какое число в феврале еще работу коллектора не снимал и вот уже видите 60 60 почти 6 градусов сейчас два уже на 66 сейчас уже два пол третьего примерно вот вот так вот отсюда вот выдувает воздух а такой классный воздух дует мне на дом горяченький да ну выдул конечно слабый слабый выдул воздуха буду весной что-то думать увеличивать какой-то ставить другой вентилятор более мощный на входе чтобы выйдут эти температуру ну что как бы я не получаю своего коллектора то что он может выдать мне такая температура сильная не нужна мне надо больше объема теплого воздуха ну поток конечно такой вроде и на ощупь и не слабый но потерем по терморегулятору он очевидно слабый ну что вот это вот 66 и один градус при морозе наружной температуре отрицательно это конечно ну чересчур большие теплопотери все равно коллектора в окружающий воздух как бы разница получается градусов где-то до 80 градусов разница внутри коллектора и наружного воздуха а это такая при такой разнице ну какие утепления не делай все равно будут теплопотери примерно я рассчитываю новым своим вентилятором где-то достичь ну температуру градусов 40 45 максимум вот здесь вот на выходе с коллекторы ну на терморегуляторе это будет как бы и нормальный теплый воздух и кпд сразу увеличится ну соответственно увеличиваться увеличится намного объем прокачиваемого воздуха через коллектор то есть обмен воздуха домашнего ну и соответственно увеличится температурой в доме и теплоотдача всего коллектора но это такие у меня мысли на будущее ладенько сейчас идем еще посмотрим на мой коллектор что я там придумал как я его придумал усилить немного так вот мы возле моего солнечного трекера нового на 14 панелей кто не видел еще я делаю трекер эконом вариант так сказать народный трекер вот ну дорабатываю конечно усиливаю по ходу в прошлом видео я рассказывал что мне не нравилось кстати вот здесь вот на панелях как видите снега нет я их разок почистил и тут они хорошо так нагреваются они смотрят прямо на солнце и намного тут их легче чистить намного тут швабра такая панелька даже сейчас она она даже сейчас немного теплая даже в мороз вот такой вот она теплая видите главное чтобы снега было ну не настолько много чтобы свет достигал как бы самой панели если солнце просвечивает слой снега снег он растает то есть панель будет нагреваться если если слой снега уже довольно толстый такой что его не пробьет солнечный свет то есть не достигнет самой темной поверхности панели чтобы ее нагреть то тогда уже конечно она не нагреется и снег не растает а тонкий снежок такой сантиметр два он пробивается светом и панелька сама себя как бы очищает вот так вот что я придумал сделать я прошлом видео показывал что мне не понравилось вот это вот верхний ряд вот это у меня два ряда получается нижний ряд нормально держится за счет того что вот здесь вот точка опоры и вот здесь то есть оно никак не шатается а у верхнего ряда . где моя палочка уже где-то нет палочки вот здесь вот только опирается коромысла основное что держит вот эти вот направляющие уже панели только вот здесь здесь оно не опирается поэтому если взяться не знаю достану ли вот эти как я ее расшатываю вот так вот оно шатается это потому что вот здесь вот нет точки опоры и мне один из зрителей вот подказал я вообще-то думал добавлять еще вот такие коромысла вот здесь вот посредине посредине между вот этими еще по одному вот но потом короче узнал цену теперешнего профиля вот этот вот профиль если кто не знает уже сейчас стоит 4 на 2 ну 40 на 20 56 58 гривен у нас то я думаю не только у нас метр представьте себе такая цена это мне чтобы усилить его надо нормально я там посчитал денег короче что я придумал сделать все очень просто вот мне тоже говорил подсказал мне один зритель сделать вот такую же подпорку как вот под низ вот этой вот площадке такую же и подверг о и опереть ее не на столбик а на вот эту вот перемычку на вот эту вот перемычку она крепкая это ясень брусок тут и чтобы ее переломать я не знаю какое надо усилие приложить я ее пропитаю маслом наверно вот и сделаю вот такую перемычку вот отсюда вот так же самое и закреплю сверху как его там он это приварю просто болтик вот надеваться будет рейка туда чтобы она вращалась а когда менять угол надо будет там она не трогается а вот здесь она будет соваться по вот этому бруску то есть я буду просверлю вот здесь вот вот например отверстие вот здесь вот и вот здесь соответственно углу там как и здесь то есть вот здесь меняется у меня угол кто не знает вот отверстие для изменения угла вот сейчас он у меня стоит типа летний югал потому что я их устанавливаю и они еще не работают но их так проще устанавливать вот то же самое будет вот здесь вот такая вот деревянная перемычка отсюда вот сюда вот там болтик тут болтик вот пришел открутил там этот угол кстати менять его часто не надо будет там раз думаю так менять его ну зима весна лето осень вот это несколько раз в году это не так сложно вот здесь вот открутил вот там и на столбике открутил все выставил угол тут тоже будет болт у меня есть уже шпилька на 12 то я ее и думаю порезать просто использовать две шайбы и вот это вот рейка она будет прижиматься болтом этой резьбой к этому бруску вот так вот вот так вот она будет стоять вот так вот надежно будет крепиться она тут шайбы толстые вот ну и угол соответственно увеличиваться или сюда будет дырка или сюда вот такую вот перемычку отсюда и будет подпирать мне эту часть верхнюю и уже этого шата вот так вот туда сюда не будет вот так вот я придумал ну я на дереве работаю просто у меня это проблем нет всякими досточками речками так что думаю это будет очень эффективный и такой дешевый вариант и достаточно крепкий вот ну еще хочу такой вот вариант действительно теперь это будет самый настоящий народный трекер ну что он будет довольно таки недорогой в изготовлении надежный я тут еще подопру вот этой переви уже никуда не денется надежный эффективный изготовлении простой трубы стойки вообще можно на металломе найти только немного квадратной трубы купить и все будет прекрасно работать и еще хочу такой тоже что я заметил вообще так в целом надежность конструкции нашей вот что мы не делали там или трекер или ветряк или что-то там качество надежность совершенство зависит именно вот это я заметил от потраченных часов на обдумывание этой конструкции то есть если вы там потратили например 10 часов обдумать эту конструкцию как ее лучше сделать ну независимо от того трекер этой ветряк или еще что такая то другая конструкция то результат будет один но если вы потратите 20 а если еще лучше 30 часов ну чем больше тем лучше то я уверен на сто процентов что конструкция будет лучше качественней совершенней долговечней и так далее и тому подобное то есть просто чем больше мы думаем не спешить и больше думать над вот этими всеми нашими подделками чтобы потом их не переделать ну и конечно же спасибо вам мои зрители что вы мне подсказываете как лучше много таких интересных идей от вас услышал ну все всем пока до следующих видео